Время итогов на канале Академия Ассоциация следственных судей Украины за работой Одесские журналисты стали чемпионами мира по футболу Городской электротранспорт продолжает наращивать конкуренцию с другими перевозчиками города Трамвайный маршрут номер один продлил с 8 марта свой путь до Пересопского моста Ранее эта линия первого трамвая пролегала от завода Центролит до Лузановки Теперь же движение было продолжено до следующей крупной транспортной развязки – Пересопи Это позволит жителям поселка Котовского удобнее, комфортнее и экономнее добираться в район моста С последующей пересадкой в центр города и другие районы Одессы Считают в коммунальном предприятии Одессгорэлектротранс На линии стола на 8 вагонов больше такое перераспределение, отмечает предприятие Позволило значительно сократить интервал движения, а пассажирам гораздо быстрее добираться до нужной точки назначения Напомним, что городской электротранспорт – единственная отрасль в городе, которая до сих пор не коснулась повышения тарифов на услуги Проезд в одесских трамваях по-прежнему равен 1 гривне и 50 копейкам за одну поездку Народный депутат Украины Сергей Кивалов провел очередной прием граждан Местом встречи стал Национальный университет Одесской юридической академии А для большинства одесситов депутатский прием – последняя надежда на то, что удастся решить их многолетние проблемы Произвол чиновников, халатность исполнительных органов, непрофессионализм, коммунальных служб Из года в год тематика вопросов, которые поднимают избиратели перед своим депутатом, не меняется Подробности приема далее в сюжете В приемную Сергея Кивалова съехались одесситы с разных концов города Проблема у всех разная – от коммунальных бедствий до смерти родственников Лариса Николаевна здесь уже второй раз Женщина незаконно лишилась жилья, но обратившись к народному депутату, сумела выиграть суд Правда, появилась новая проблема – с судебным исполнителем Чего-то тянуло резину вот уже до вчерашнего дня Придете через недельку, придете через день, через два, вот уже будем вселять, будем вселять И вот вчера она говорит, к сожалению, они подали апелляцию уже И я приостанавливаю дело, и вселить я вас не могу туда И вот я опять обращаюсь, пришла за помощью к Сергею Васильевичу И надеюсь, что он мне поможет Сергей Кивалов пообещал, женщину не бросят и продолжит оказывать ей бесплатную юридическую помощь Вы же не имеете возможности пользоваться адвокатскими услугами? Нет, нет Нет денежных средств Я еще болею на инвалидности и это самое Поэтому все вот такие моменты, связанные с бесплатной юридической помощью, мы будем реализовывать, как реализовывали до этого У Натальи Николаевны тоже жилищные проблемы Дом у нее есть, но в весьма плачевном состоянии Вот уже 25 лет там не проводят ложного ремонта Здание на Троицкой, которому больше 100 лет, разваливается на глазах Но власти бездействуют Поэтому Сергей Кивалов подготовил письмо лично мэру Геннадию Труханову Будет вноситься изменение в бюджет, так мы будем требовать, чтобы включили ваш дом в список подлежащих капитальному ремонту И для того, чтобы сохранить это как памятник архитектуры Народному депутату обратилась и уроженка Луганской области Елена Вот уже несколько лет она живет в Одессе и борется за справедливость В 2011 году в больнице Лисичанской из-за халатности врачей погибла ее беременная родственница В реанимационном отделении на 8 месяце беременности умерла моя родственница Небрачная Ирина Сергеевна не смогли спасти ни маму, ни ребенка Ирина Сергеевна была сотрудницей этой больницы, в которой она умерла И вот на протяжении трех лет более уже ведется следствие Было возбуждено уголовное производство В отношении больницы и многих врачей На всем этапе расследования затягивается Затягивается умышленно работниками следственного управления Луганской прокуратуры Продолжать дело правоохранители отказались из-за боевых действий на Донбассе Хотя сам Лисичанск подконтролен властям Украины Чтобы помочь Елене Сергей Кивалов готовит запрос на имя генерального прокурора Виктора Шокина В соответствии с действующим законодательством прокуратура должна ответить мне уже конкретно именно по этому Разобраться в проблеме каждого обратившегося нардепу помогает юридическая клиника Общественная приемная, созданная при Национальном университете Одесская юридическая академия Сергей Кивалов считает, депутат обязан помогать людям, которые его избрали Многие приходят и говорят, что это последняя инстанция Мы хотим, чтобы вы оказали помощь Мы хотим, чтобы вы сделали то-то, то-то, то-то И они вправе требовать от народного депутата вот такой помощи Потому что люди непосредственно избирают себе народного депутата Они доверяют этому народному депутату Раз это происходит, значит и народный депутат должен организовать так работу, чтобы оказывать помощь Люди, которым удалось помочь, горячо благодарят Сергея Кивалова Но уже завтра на их месте появятся новые жители, проблемы которых только предстоит решить Накануне состоялось второе заседание общественной организации Ассоциация следственных судей Украины Место встречи осталось неизменным Киевский районный суд города Одессы В этот раз количество участников форума было гораздо больше, чем во время презентационного заседания Повестка дня была предельно насыщена и конкретизирована Подробности далее в материале В зале заседания Киевского районного суда нет свободных мест Работники судов, сотрудники прокуратуры, адвокаты, представители научных направлений в области юриспруденции Активно высказывают мнение о работе новосозданной организации И формируют актуальную повестку дня Главное, говорят участники встречи Благодаря таким дискуссиям судебные органы становятся максимально открытыми для общественности Недоверие общества к судебной системе нужно уменьшать, уверены дипломированные юристы Судебная система должна общаться с обществом, с гражданами И должна открываться и быть открытой Так вот, созданная председателем Киевского суда и судьями Сергеем Чеванкиным Ассоциация следственных судей является той площадкой для коммуникации с обществом, с гражданами, с другими организациями Это площадка для общения, для обсуждения проблем, которые существуют в уголовном процессе Роль следственного суди в судебном процессе также нуждается в пояснении, считают участники заседания Во избежание нестыковок в работе соответствующих инстанций, в том числе и необходимы подобные мероприятия Очень много вопросов связанных с этим, которые не доработаны, к сожалению И есть нестыковки работы адвокатов, судей, прокуроров, милиции И эти моменты нужно дорабатывать, потому что следственные судьи, они очень важны Это все-таки уголовные дела, которые тоже нужно рассматривать правильно и защищать граждан Потому что на сегодняшний день милиция, прокуратура смотрят с одной стороны и граждан некому защищать Есть только адвокат и судь им должны быть в помощи Председатель общественной организации Ассоциация следственных судей Украины Сергей Чванкин Принял решение посвятить нынешнее заседание разъяснению полномочий следственного суди А также участникам предлагалось высказать свое мнение по поводу внесения заявлений в Единый государственный реестр Украины Есть мнение о том, что данные полномочия должны пересматриваться Где-то, может быть, перечень должен быть расширен относительно обжалования тех или иных ухвал Поэтому сегодня достаточно конкретные вопросы, мы попытаемся их обсудить Найти пути их разрешения и, возможно, в дальнейшем обращение в научные и иные государственные учреждения Заседание в формате оживленной дискуссии длилось больше двух часов При этом часть рассматриваемых вопросов, по согласию участников форума, перенесли на следующую встречу членов Ассоциации Которая, к слову, состоится 4 апреля в апелляционном суде Одесской области Организаторы сделали важное уточнение в завершении круглого стола В зал заседаний на Гайдара сможет вместить почти 300 человек Снова за парты бесплатные компьютерные курсы при Международном гуманитарном университете Для пенсионеров продолжают свою работу Напомним, социальный проект был запущен еще в 2012 году С того времени десятки одесситов преклонного возраста освоили компьютерную науку Народный депутат Украины Сергей Кивалов лично поприветствовал слушателей компьютерных курсов И поддержал их в новом начинании Чего ожидают одесситы от участия в социальном проекте, далее в сюжете Двери Международного гуманитарного университета вновь открылись для пенсионеров Желающих освоить премудрости компьютерного дела Многие из новоиспеченных студентов ждали начала занятий несколько месяцев И теперь готовы погрузиться в учебный процесс Ну, хочу быть продвинутой бабушкой Дети все все умеют, а я не очень в компьютере разбираюсь Хочу научиться владеть компьютером Мы уже неоднократно приходим к Кивалову на всякие мероприятия Вот, он интересно все рассказывает, все сбывается Если для кого-то компьютерные курсы – возможность развиваться И не отставать от своих детей и внуков То для других слушателей это шанс реализовать свою давнюю мечту У меня дальнейшие планы большие Связаны с печатью Собираюсь печатать книгу Я бывший капитан, собираюсь пойти к представителям Ну, там работать с компьютером нужна будет Я хочу познать более в совершенстве, знать компьютер На ознакомительном собрании пенсионеры могли пообщаться с Сергеем Киваловым Задать вопросы по организации обучения и выразить благодарность за предоставленные условия Интересно, сидим дома, значит, надо продвигаться Большое ему спасибо, что он такие курсы открывает Что он действительно старушек пожилого возраста людей Чтобы люди знали компьютер Большое ему большое спасибо Студенты от 50 до 80 лет зачислены на трехмесячные курсы Занятия будут проводиться в несколько смен в удобное для них время В этом им поможет весь коллектив Международного гуманитарного университета Организаторы курсов обещают индивидуальный подход к каждому И доступное разъяснение материала А главное, никто не будет стоять в очереди за компьютером Преподаватели, аспиранты, студенты Будут преподавать нашим пожилым людям Знаете, у нас есть хороший опыт в этом отношении Они выходят хорошими специалистами Но они будут знать, что из себя представляет компьютер Что из себя представляет скайп Как пользоваться Они должны знать, что происходит в нашей стране Газеты сегодня, самое элементарное Они все имеют возможность выписать А так мы их будем обучать Они будут знать, следить Занятия производятся на абсолютно бесплатной основе Главное – желание А по словам президента Международного гуманитарного университета Люди у нас самые активные И энтузиазму их можно только позавидовать Программа события желает необычным студентам вдохновения И только отличных результатов В Одессе уже доброй традицией стало в начале каждого года Подводить итоги сотрудничества в сфере туризма и путешествий между Украиной и Турцией Инициатор и организатор этого мероприятия Турецкая авиакомпания, которая всегда проводит эти мероприятия Праздничная и интересная С приглашением руководителей города и области Подробности далее в сюжете Среди тем, которые обсуждались на этой встрече Нас, как потенциальных пассажиров, заинтересовал вопрос открытого неба Украине много в чем стоило бы поучиться У международных представителей В частности, у главных организаторов мероприятия Ведь на сегодняшний день Авиаперелет за границу в странах зарубежья Не принято считать такой роскошью, как у нас Все потому, что цены на авиабилеты В Украине просто заоблачные Подписание соглашения об открытом небе Позволило бы значительно увеличить пассажиропоток Это действительно очень серьезный и важный сегмент в работе Потому что возможность свободного доступа Свободного перелета Прихода сюда недорогих авиакомпания Это очень серьезная возможность для сегмента среднего и ниже среднего Для возможности в процессе, в периоде общего мирового экономического кризиса Люди очень считают свои деньги Когда есть возможность прилететь недорого И провести хотя бы выходные Я думаю, это прекрасная возможность И, конечно же, мы работаем над тем, чтобы он развивался и во внутреннем туризме То есть, чтобы жители Украины прилетали друг к другу И лучше знакомились с культурой, с традициями друг друга Ну и, конечно же, мы ждем гостей за рубежа Одесса – это морские ворота Украины Она находится на пересечении основных европейских магистралей При наличии высококлассного отремонтированного аэропорта, который сейчас находится не в лучшем состоянии У нее есть все шансы стать серьезным транспортным узлом На сегодняшний день с Одессой готовы сотрудничать зарубежные партнеры Специально для туристов бизнес-класса турецкая авиакомпания оборудовала в одесском аэропорту комфортный зал ожидания Более того, сам факт деятельности этой авиакомпании в Украине уже говорит о больших перспективах развития туризма в нашей стране Айхан Каджаман, директор одесского представительства турецкой авиакомпании, убежден, что именно Южная Пальмира является главным туристическим центром Украины Кризис привел к уменьшению количества пассажиров Одесса как город непосредственно занимает очень выгодное положение как для туристов, так и для бизнесменов Поэтому мы думаем, что Одесса прорвется Самой главной нашей задачей является Одессу поддержать, как самый главный город туризма Сотрудничество с зарубежными компаниями и подписание соглашения об открытом небе предоставило бы новые возможности развития как внешнего, так и внутреннего туризма Представитель турфирмы Марина Кочерженко уверена, что надежные авиаперевозчики, которые придут в Украину, значительно увеличат туристический поток Авиакомпании, они открывают мир для людей той или иной страны Если есть авиаперелет, значит есть туристический поток Вот только проблема остается открытой до сих пор, так как подписание соглашения в Украине – это очень трудный, кропотливый процесс политического характера Да и Одесский аэропорт на сегодняшний день не готов конкурировать на международном рынке В Одесской области в 2014 году почти каждая пятая путевка в специализированных детских санаториях осталась неиспользованной Об этом в ходе аппаратного совещания в управлении здравоохранения Одесской облгосадминистрации сообщила заместитель начальника управления Анна Лунева По ее словам, это связано с нестабильной политической обстановкой в Украине, в результате чего детские санатории Крыма стали недоступными Кроме этого, среди причин отказов от путевок чиновница назвала финансовые трудности родителей, сложные погодные условия, в осенне-зимний период позднее поступление путевок Анна Лунева обратила внимание на то, что дети из социально дезадаптированных семей могут оздоравливаться в областном санатории «Малая долина», однако в настоящее время возможности специализированного учреждения почти не используются В связи с этим главным врачам детских поликлиник Одессы, а также районным педиатрам рекомендовано взять под личный контроль вопросы санаторно-курортного оздоровления детей льготных категорий Из Египта с победой футбольная сборная украинских журналистов выиграла второй открытый турнир, организованный Александрийской библиотекой Команда, составленная из семи одесситов и пяти киевлян, впервые выиграла соревнования, которые именуют неофициальным чемпионатом мира В одесском пресс-клубе чествовали победителей С 1 по 5 марта на спортивных площадках Египетской Александрии разыгрались серьезные баталии Восемь команд, разделенные на две группы, боролись за статус чемпиона мира среди журналистских сборных Украинскую команду собирал глава одесского филиала Национального союза журналистов Украины Юрий Работин На пути к триумфу, говорит Юрий Анатольевич, было немало преград, в том числе организационные трудности и лояльность судейского корпуса к хозяевам турнира Если групповой этап украинцы прошли без особых проблем, набрав 6 очков и заняв второе место, то уже в полуфинале нашим футболистам пришлось столкнуться с серьезным сопротивлением Я взрослый человек, у него плакал от радости, плакал иногда от разочарования из-за того, что была неправильная судейская коллегия Потому что когда был полуфинал, там было много непонятно, но все-таки команда добилась, и эта эйфория была в тот момент, когда все-таки, знаете, пенальти, в этой игре пенальти решали все Судьба путевки в финал определялась в серии пенальти По аналогичному сценарию развивались события и в финальном поединке, и вновь удача сопутствовала украинской сборной Как результат старания и упорства, первое место на чемпионате мира Впереди у украинских журналистов новые международные соревнования, если, конечно, будет присутствовать материальная поддержка, что немаловажно Есть у наших коллег еще одна мечта – провести подобный турнир в Одессе Пользовать таких событий преуменьшать не стоит Я не представляю ситуацию, где бы я мог перечислиться, допустим, журналистами из Ливана, Курдистана или Арабских Эмиратов К сожалению, или Египта, к сожалению, эти наши коллеги не приезжают в Одессу и редко бывают на Украине Они мало о нас знают и думаю, что в профессиональном плане им будет интересно, было интересно услышать о Украине, о том, как мы живем Обменялся контактами Я могу сказать, что после окончания турнира у меня только, например, на страничке Фейсбука добавилось около ста друзей из арабского мира И из них человек, наверное, 30 – это профессиональные журналисты Такой наши корреспонденты увидели информационную неделю Оставайтесь с Академией Наши корреспонденты будут и дальше информировать вас о самых актуальных новостях В студии был Виктор Березовский Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова